Всем привет! Это канал Силуэт Макет и с вами я, Настя. И это наш... Нет, не урок. Это наше первое практическое занятие, на котором мы с вами сделаем значки из материала шринг-пластик. Так как впереди праздник День Святого Валентина, я решила сделать небольшой перерыв между уроками и изготовить с вами украшения к этому дню. При их создании мы будем использовать те инструменты программы, которые уже проходили в наших уроках, а также те, которые нам только предстоит с вами изучить. Если вы пропустили наши предыдущие уроки, то ссылка на них будет в описании. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. А если вам понравится это видео, то ставьте лайк. Итак, приступим. Первый значок, который я хочу сделать, это фотография в виде сердца. Для этого зайдем в меню «Файл», выберем команду «Слияние» и откроем картинку, которую я подготовила заранее. Уменьшим ее в три раза, чтобы с ней было удобнее работать. Зайдем в раздел «Трассировки» и нажмем кнопку «Выбрать область трассировки». И при помощи курсора выделим нужное нам изображение. Область желтого цвета показывает нам границы объекта, готового к трассированию. Границы нашей картинки выделились так, как нам нужно, поэтому подправим только масштаб и выберем команду «Трассировать внешний край». Отделим получившийся контур от картинки, а ее удалим. Зайдем в меню «Масштабирование», закроем замочек для пропорционального изменения размера и поменяем высоту на 84 мм. Таким образом, высота готового изделия будет равна 3,5 см, так как шринпластик при запекании уменьшается в размере в 2,5 раза. Теперь перетащим с рабочего стола подготовленную мной фотографию и поместим ее в созданный нами контур. И, о чудо, фотография самостоятельно подстроилась под размер нашего сердца. Далее выделим получившееся изображение, зайдем в меню «Модификации» и выберем команду «Отделить линии». И снова получим отдельно контур и отдельно фотографию. Отставим их в сторону, к ним вернемся чуть позже. Перейдем к следующим значкам. Их я хочу сделать в виде жвачки «Lafis» вместе с фантиками. Снова зайдем в меню «Файл», выберем команду «Слияние» и откроем нужную нам картинку. Уменьшим ее в 3 раза и уберем в сторону. Снова в меню «Файл», команда «Слияние» — «Открыть». Также уменьшим ее и перетянем на рабочее поле для дальнейшей работы. Зайдем в раздел «Трассировки», выделим нужную нам область и при помощи бегунка и стрелочек будем повышать порог до тех пор, пока нужная нам картинка не станет полностью желтой. Подправим масштаб и выберем команду «Трассировать» и «Отделить». Теперь оттащим трассированное изображение и почистим мусор. Те же манипуляции произведем и с другой жвачкой. Отложим их в сторону и перейдем к бантикам. Снова в меню «Файл», выберем команду «Слияние» и откроем нужные нам картинки. Выберем понравившийся фантик и отделим его от остальных при помощи инструмента «Нож». Для выполнения прямого реза вспоминаем четвертый урок. Отставляем ненужные картинки в сторону и удаляем их. С выбранным же изображением поработаем еще. Зайдем в меню «Трассировки», выделим нужную нам область, увеличим порог и выберем команду «Трассировать» и «Отделить». Отделим получившееся изображение и удалим оставшиеся объекты. Нам понадобится еще один фантик. Проделаем с ним все то же самое, что и с первым изображением. Теперь зайдем в меню «Изменения масштаба», закроем замочек и поменяем значение высоты на 96 мм. Со вторым фантиком сделаем то же самое. Также изменим размер самих жвачек, сопоставляя их с фантиками. Далее выбираем инструмент «Эллипс», вспоминаем третий урок и рисуем круг равный 5 мм. Он нам понадобится для отверстия под соединительное колечко. Сразу поменяем его цвет на голубой для дальнейшего удобства при вырезании и продублируем его при помощи горячих клавиш. Теперь при помощи инструмента «Прямоугольник со скругленными углами» рисуем рамку для вырезания под фантик. Скругляем углы. Меняем размер и цвет. Выделяем одновременно рамку и картинку. Выравниваем ее по центру при помощи кнопки с панели быстрого доступа. Примеряем кружок в то место, где будет отверстие под кольцом. Выделяем одновременно круг и рамку и группируем их вместе. Дублируем. Получившуюся копию переносим на второй фантик. Также центрируем и группируем его уже вместе с рамкой. По такому же принципу создаем рамки и для жвачек. Размеры рамок для вырезания я подбираю с учетом масштаба отверстий под соединительные кольца. Если таковых не предвидится, то достаточно 2-х миллиметровых зазоров между рамкой и вырезаемым объектом, для того, чтобы не задеть напечатанный рисунок во время резки, если вдруг произойдет смещение. Теперь попробуем разместить получившиеся объекты на листе, чтобы оценить, сколько еще значков может поместиться на рабочем поле. Раз свободное место еще есть, давайте сделаем небольшой брелок с надписью Love. Для этого, используя операцию Text, создадим надпись. Изменим ее шрифт при помощи меню стиль текста и увеличим ее в размере. Теперь зайдем в палитру и зальем получившееся слово красным градиентом. Далее нажмем кнопку обводка, выделим надпись и увеличим обводку таким образом, чтобы ее линии при пересечении образовывали общий контур и нажмем применить. Сразу же поменяем цвет обводки и сгруппируем ее с самой надписью. Создадим круг, равный 7 миллиметрам, его цвет также изменим и разместим его на получившемся объекте. Группируем. Далее при помощи сетки и инструментов прямоугольник и линия, нарисуем конверт и создадим для него печать в виде сердца из оставшегося от первого значка контура. Уменьшим его, примерим и при помощи ластика очистим для него место. Разместим сердце, выровняем его посередине и зальем красным цветом. Сгруппируем и создадим для него также отверстие для соединительного колечка и рамку. Опять все сгруппируем. Чтобы свободное место не пропадало, создадим еще один значок фантик по тому же принципу, что и предыдущие. Далее разместим все объекты на рабочем поле таким образом, чтобы экономично расходовать материал. Для этого некоторые объекты необходимо развернуть при помощи меню «Трансформировать». Теперь зайдем в меню «Настройка страницы» и проверим указанный размер материала. Шринг-пластик, того же производителя, что и плоттер, имеет размер 8,5 на 11 дюймов. Как раз тот, что указан у нас в настройках. Далее зайдем в меню «Резки» при помощи кнопки «Отправить». Все показанные красным цветом линии будут вырезаны. Для того, чтобы этого не случилось, зайдем в раздел «Линия» и оставим галочку напротив того цвета, на который мы меняли всю нашу обводку и рамки объектов. Теперь резко материал будет осуществляться только по линиям голубого цвета. Значок сердца, правда, остался у нас без обводки. Вернемся в меню «Дизайн» и исправим это при помощи команды «Обводка». Сгруппируем и немного поправим его размещение. Теперь выделим все объекты, зайдем в меню «Палитра» и поменяем прозрачность изображений на 30%, так как насыщенность цвета картинок после уменьшения пластика усилится и значки могут получиться сильно темными. Все. Можно сохранять файл. Далее, переходим в меню «Отправки работы на печать» и меняем настройки принтера. Заходим в «Дополнительные». Меняем размер документа на такой же, что указан в настройках страницы плоттера и ставим такой же в строке «Бумага на выходе». Проверим наличие галочки напротив «Уменьшить-увеличить», то есть «Уместить на странице» и получаем масштаб 100%. Еще раз проверяем все настройки, загружаем материал в принтер и отправляем работу на печать. Чтобы принтеру было легче захватить пластик, я его предварительно царапаю по краю. И вот наши будущие значки уже на выходе из принтера. Как вы, наверное, уже заметили, я не использую метки совмещения, так как работа с ними на пластике превращает эту операцию в нервотрепку. А я хочу получать от работы удовольствие. Теперь разместим распечатанный лист на коврике плоттера и перейдем в настройки резки. Зайдем в настройки голубой линии, выберем материал «Шринг пластик». Действие «Вырезать». Инструмент меняется автоматически. Программа рекомендует поставить вылет ножа на пятерку. Я же ставлю его на десятку. Силу оставляю 33, проходы увеличиваю до 4, а скорость увеличиваю до 3, чтобы не ждать окончания работы до утра. Проверяю все еще раз и нажимаю кнопку «Отправить». Резко началась. Программа обещает все вырезать за 10 минут. Я же поставлю запись на ускоренный режим. Нам осталось отделить получившиеся картинки от основы и перейти к печке. У меня для этого дела есть отдельная печь. Вы же можете запекать изделие в обычной духовке, предварительно прогрев ее до 150 градусов. Верхний тент в моей печке находится слишком близко к изделию, поэтому я его прикрываю фольгой. Кладем под значок пергаментную бумагу и отправляем его на запекание. Посмотрим поближе, чтобы узнать, что происходит с нашими изделиями в духовке. Пока его корежит, можно подготовить следующий значок для отправки. Подправьте где нужно края при помощи ножниц или наждачки и обязательно смахните мелкий мусор с поверхности изделия при помощи мягкой кисточки. После запекания сделать все это уже будет невозможно. Дождемся, пока значок снова станет ровным и будем вытаскивать его из печки. Вооружитесь чем-нибудь плоским и металлическим для того, чтобы придавить этим предметам значок сверху. Это необходимо, чтобы придать горячему пластику ровную форму. Ждем пару секунд до полного остывания значка и можем наслаждаться результатом. Проделаем все то же самое со всеми изделиями. И вот что у нас получилось. Сравним итог после запекания с основанием, оставшимся после вырезания объектов. Поэтому рассчитывая сколько у вас получится изделий из одного листа, не забывайте предполагаемый размер этих будущих изделий умножать на 2,4. Именно во столько раз уменьшается этот пластик от этой фермы. Чтобы значки можно было использовать, покроем их сверху лаком. Я это делаю при помощи аэрозольного акрилового матового лака 3 слоя с промежутком в 5-10 минут. После этого оставляю изделия на ночь при комнатной температуре. По моей задумке, я хочу сделать жвачки визуально более объемными. И для этого буду использовать акриловую смолу, которая застывает при помощи ультрафиолетовой лампы. Для того, чтобы показать вам этот процесс, мне было необходимо работать как можно быстрее, так как свет, который нужен для съемки, действует так же, как и у фэ-лампа. И смола начинает застывать уже во время работы. То же самое проделаем и с сердцем, чтобы фотография выглядела как будто за увеличительным стеклом. И отправляем сушиться под лампу. Чтобы толстый слой смолы окончательно высох и потерял липкость, повторите процедуру сушки несколько раз или оставьте значок под солнцем. Для объемного слоя на сердце мне понадобится где-то полчаса времени под уфэ-лампой. Теперь займемся фурнитурой. Ставим соединительные колечки в отверстия и соединим между собой. Помогут нам в этом круглогубцы и плоскогубцы. Далее приклеим замки для значков. Я для этого использую клей Космофен. Вы можете использовать любой клей, который склеивает пластик и металл. И уже через сутки мы можем пользоваться нашими значками. Далее приклеиваем пластик и металл. Сегодня при помощи программы Силуэт Студио с использованием материала Шринг Пластик фирмы Силуэт мы с вами сделали значки ко дню Святого Валентина. И тем самым повторили уже пройденный материал из наших уроков, а также узнали кое-что новое. А чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Так я буду уверена, что мы с вами обязательно встретимся снова. И я буду с нетерпением ждать нашей встречи. Аминь.